Можно заходить, вот как бы, что происходит дальше? 18, кажется, добавили 19-ю историю, 18 историй всего играется за спектакль, проигрывается по два раза, но вообще всего есть 18 историй, то есть 18 разных возможностей. При идеальном стечении обстоятельств, при том, что вы бодры и внимательно следите, вы можете посмотреть максимум 5. То есть больше невозможно. То есть это принципиальный момент, работающий на эту важную для меня философию, что в жизни нельзя всё успеть. Вот вы эту девочку родили, а этого мальчика не родили. Как бы в этом нет катастрофы, так устроена вся жизнь. И вот это такой спектакль, к чему это всё? К тому, что для меня очень важный момент, что вы сидите за этим столом и следите, ну, там, в принципе, у нас ещё очень хорошо, что два пространства, и вы можете ходить и пытаться контролировать два кубика в одном пространстве, три в другом, как бы вот, когда будет свет, как бы не пропустить. А к концу, в идеальном варианте, люди расслабляются и просто уже сидят за этим столом и болтают со своей подругой, например. И как бы спектакль происходит там тоже. То есть к вам подходят какие-то актёры, они там что-то читают. Но даже если бы они не читали, вы просто вот, ну, находитесь в этом пространстве, и происходит какой-то процесс. То есть вот для меня очень важно, чтобы стенки этих кубиков растворились к концу, когда вам станет понятно, что, по большому счёту, ну, как бы сказать, и тут, и там совершенно один и тот же процесс. Там ещё и совершенно чудесный финал. Даже не знаю, для рассказа в тренингах не надо. Пусть он чудесный совершенно финал. Это зрительские совершенно невероятно любимые проекты, что для меня очень важно, что это проект, который нравится и молодым, и пожилым, потому что, ну, как раз как человек из современного искусства, я очень привыкла к такой, как бы сказать, что у нас обычно очень такие сегментированные, жёстко, ну, как бы сказать, не смешивающиеся аудитории. А вот это как раз такой межконфессиональный проект, куда можно прийти с мамой, с бабушкой, можно прийти, будучи 17-летним, и он как-то очень хорошо воздействует. Вот такое очень простое, очень современное искусство, как мне кажется, на важной теме и работающее не прямым высказыванием, а на уровне телесного опыта такого человека, когда вот он физически встраивается как-то вот, вот там есть эта растерянность, и есть вообще такая вот, ну, как бы, не знаю, экзистенциальная заброшенность, не знаю. Ну, в общем, очень люблю этот проект. Спросите меня что-нибудь, что непонятно из моего рассказа. Все понятно? Вот, вот такой проект. Маленький, хорошенький. Я вам финал не рассказала, что вы знаете, какой он трогательный. Ну вот я по себе могу сказать. А ты видела? Я видела, нет, я ребят. Реконсвит. А, реконсвит-то я видел. Да, но еще знаете, чем это хорошо, что это такой спектакль, он долго и не может существовать, потому что они растут. Ну, то есть они набирают опыт, и они перестают быть до. То есть здесь вот им... А, вот давайте я вам расскажу про костюмное решение. Костюмное решение, я вообще стараюсь никогда не работать художником по костюмам, я так себя не коллекционирую, и только в крайних случаях, когда это вот что-то какое-то особенно концептуальное, где не нужно делать воротники 18 века, тогда иногда могу вот это тот случай. Я предложила вот этим самым ребятам просто одеться, как им кажется, и они оделись, надо сказать, довольно клуманским. Вот. И, ну, в смысле, как бы вот, они очень так отобразили в своей одежде, что они видят вот как бы в этих людях. Ну, и, в общем-то, свое отторжение. И вот мы как бы с Брусникиным с ними собрались поговорить и стали как бы это обсуждать, и, ну, как бы, почему так, и что, возможно, этим людям вовсе не кажется, что они так одеты не потому, что они хотят нас развеселить, а просто вот пришли в такую точку жизни, и одна девочка вот сказала, так вот отчаянно очень, сказала, а я не хочу быть на нее похожей, я буду другая в старости. Вот, а, я им дала задание одеться, как они хотят одеться в старости тогда. Вот, давайте вы оденетесь так, как вы хотите выглядеть в старости. Но это вот уже было потом, в с Шанде оделись клоунски, потом мы пришли к этому заданию, сказала, а я так не хочу, я говорю, а какая вы будете, расскажите. Я буду подтянутой в черном платье. Мне, в общем, она очень подробно себя описала, это вот совершенно такое чудесное, какое-то наивное представление. И вот мы стали спрашивать всех, и мы несколько часов сидели вот там, ну, вот в этом сценическом пространстве, и совершенно чудесные вещи рассказывали эти дети. Например, одна девочка говорит, а я, я вообще хочу родить детей, причем я уже сейчас хочу родить детей. Тут она понимает, что она говорит, это брусники, она говорит, нет, я не в смысле сейчас хочу, то есть я хочу, но не хочу. То есть она, ну, боится, что она говорит что-то, но она рассказывает какой-то свой такой, вот, они очень тоже смешные вещи рассказывали, у меня есть собственный дом, я в такой спортивной шапке, у меня две, нет, у меня три собаки, вот, и я снег идёт. Ну, в общем, вот они описали свои картинки, и после этого они как-то переделали свою одежду, то есть мы договорились, что они будут играть своих старичков, а оденутся они так, как они хотят выглядеть в старости. Ну, понимаете, это не столько на костюмное решение влияет, сколько на выражение лица, ну, в смысле, вот на ощущение вообще вот это какой-то, ну, то есть я говорю, что, конечно, пусть будет дистанция между этим человеком и тем человеком, которым вы хотите быть в старости, это будет интересно. В общем, вот такой, мне кажется, очень хороший проект. Уже во время вот репетиции умер один из старичков, что совершенно было, а сейчас уже и не один, татастрофично вот для, ну, как бы для, ну, как раз это, в общем, такое вот какой-то проект взросления, вот, сами старички тоже к нам приходили частично, очень были довольны, говорили не замолкая, вот, и, соответственно, ну, я ведаю материальную часть проекта, и, честно, поскольку я всегда экономлю вот эти хождения в кубики, я никогда туда не хожу, ну, чтобы не, ну, как бы, чтобы дать кому-то вот эти самые желанные места, вот, но, ну, про себя могу сказать, что я человек, который, вот, ну, не очень любит поддерживать спектакль вообще, то есть для меня вот сделал и забыл, потому что мне потом кажется, что все не то, не так, ну, и вообще как-то куда-то нужно идти дальше, а вот сюда я, ну, прихожу там стулеры оставить, я никогда не могу идти. То есть я вот сажусь за этот стол, и я вообще в своей смысле, я счастлива совершенно. В общем, не знаю, мне кажется, вот, к чему это я вам все возбужденно так рассказываю? К тому, что мне кажется, что если бы искусство сориентировалось на какой-то вот такой локальный тренд, который работает с такими простыми человеческими темами, как старость, счастье, вот вообще, то, возможно, у нас уже бы сейчас мир стал лучше. Вот это, мне кажется, очень важный, вот, в смысле проект. Он очень хрупкий, но, наверное, вот это вообще, ну, не знаю, Чарли Кауф говорит про это в своих лекциях, что, ну, как бы, тема искусства — это человеческая уязвимость. Это, как бы, мне кажется, такой проект, где вот просто квинтэссенция этой темы, какой-то вот такого, ну, как мне кажется, ну, наивности, бессентиментальности. И, ну, вот в нем все есть, и любовь, и смерть, и эти дети, и старички, и документальная какая-то правда. В общем, при том, что он, ну, как бы он сам копеечный совершенно, но при этом, мне кажется, он очень вот по этой форме хороший. Хотя, конечно, если вы скажете, а все так, как я воспринимаю, он очень нравится просто людям, которые ничего, ни от чего не ждут. Они сразу хотят прийти второй раз с семьями, привезти друзей, а вот в среде людей-организаторов, ну, вот кто там от фонда или что-то, у них как раз много вопросов, потому что у них вот есть этот мостик, так ли вот я-то ладно, а вот как другие воспримут, им же, наверное, не понравится. Вот у кого есть такая сложно перекладываемая система, тут и есть какие-то сложности, а просто люди, они, ну, вообще, как бы это, ну, не знаю, какой-то фантастический. Но для меня это вот мой сам любимый проект, мне кажется, самый важный из того, что я сделала за год. Вот. А почему он самый важный? Тут час уже рассказываю. Ну, я понимаю, он не опоздал. А, да-да, ну, смотрите, мне кажется, что... Ну, помимо того, что счастье и всё это оброшено, знакомит вот со всеми понятными, мне кажется, он ещё художественно очень интересный, как бы по принципам... Смотрите, вот я, ну, ссорю, так сказать, ну, как бы теориями, делая искусство, я ещё читаю лекции, рассказываю, у меня есть определённые термины, которые я там вожу и считаю, что вот они там... Ну, в смысле, в общем, как-то пытаюсь понимать и обновлять язык искусства, как бы его... Ну, в общем, короче, занимаюсь языком современного театра. И вот мне кажется, что как бы... И, в принципе, такой флаг всего, что я делаю, я всё время говорю, что я работаю в зрительном зале, то есть как бы я работаю со зрительским восприятием, не с месседжем. Вот моё убеждение, что сейчас в зоне месседжа совершенно, ну, неинтересно, мы всё знаем, мы как бы, мы просто воспринимая какой-то месседж, мы подтверждаем что-то для себя уже нам известно, мы как бы соглашаемся. А, ну да, да, я так и думал, так и думал. Ну да, я это уже знал раньше. А всё самое существенное происходит в зоне зрительского восприятия. И вот каким образом... Ну, вот знаете, есть, например, такой очень актуальный термин театр участия. Вот сейчас все вот эти огромные количество бродилок, которые выстроили, так стали актуальны, они, собственно говоря, ну вот, потому так и актуальны, потому что вот театр участия, он очень актуален. Но к нему тоже есть уже критика. Потому что, с одной стороны, театр участия превращает вас из пассивного наблюдателя, которому, как говорится, вот показывают, вот, ну, вот как бы совсем такой театр, с которым полемизируют театр участия. Это как бы я пришёл, свет выключили, передо мной сцена в ярком пятне, хорошо реверберированным голосом. Мне говорят истину в последней инстанции. Как бы вот, как бы смотри сюда, понимай чётко так. Вот как бы тип театра. А другой тип театра — это все возможные, вот, ну, как бы то, например, чем я всё время работаю, это сложно устроенные зрительные залы, когда действия происходят и тут, и там. У нас появляется крупный план, у нас появляется вариативность прочтения, у нас появляется спектакль для каждого зрителя. А вот этот спектакль, о котором я говорю, он идёт дальше, потому что... Ну, не то, что дальше, он, в смысле, мне кажется, ну, тут вот есть вот эта вот тонкая вещь для меня очень важная, когда, ну, как бы сказать, мы... Ну, мы вообще же, как бы эти вожжи управления зрителем... То есть, понимаете, я всё равно, как художник, я... Вот такой вопрос важен, как не манипулировать? Вот, например, театр участия, к нему есть критика, что, с одной стороны, вы участник, с другой стороны, вы лишаетесь критической позиции, становясь внутри, понимаете? Когда я часть чего-то, то я уже не могу извне сказать, фу, что показывают, как бы я уже, ну, как бы сам фу. Вот, но мне кажется, вот здесь очень для меня дорогая вот эта вещь, что здесь у зрителя есть, ну, на два шага вперёд. Как бы мне кажется, что вот в таком, как бы сказать, очень современном, очень интересном и, как правило, в довольно камерном театре есть возможность репетиции свободы. То есть вот свобода – это важнейшее понятие... Хорошо, что мы здесь об этом говорим. Свобода – вот важнейшее понятие, как бы сказать, а как? Свобода – это навык, понимаете? Это прежде всего умение делать выбор, способность делать выбор. То есть я говорю, вам чёрный чай или зелёный. То есть как бы вот способность выбирать – это первичный... Это зависит. Конечно, конечно. По-разному все говорят, потому что мы перед выбором, когда стрим, это истинная свобода, пока мы его не сделали. Я даже, понимаете, да, и не хочу усложнить, я просто рассказываю, что, на мой взгляд, что нам может... Более того, например, в реальной жизни, вот сейчас есть такой для меня адовый вопрос. Нас хороший человек пригласил, группу Великого года, на культурный форум. И вот общество расколото. Ехать на культурный форум – это поддерживать тех, кого не надо поддерживать? Или это трибуна, с которой я могу толкать... И вот, как бы, понимаете, миллиард аргументов в одну, миллиард в другую. То есть у меня взрыв мозга. Реальность так сложна, что нам зачастую сложно вообще разобраться. Мой шаг, он будет за чёрное или за белое, или вообще за какое? А театр – это крошечная лаборатория, где мы можем в лабораторных условиях, понимаете, да, создавать некие системы, которые мы хорошо понимаем, в которых как раз мы хорошо ориентируемся, не приобретая навык вот этот свободы, выбора. Как бы для меня вот важна вот эта ситуация, когда человек заходит на этот второй этаж нового пространства театра «Наций», и он растерялся, его никуда не ведут. Что делать-то? И вот просто вот этот момент для меня вообще драгоценный. Его практически нет ни в реальности, ни в театре. Как бы, ну, всегда, понимаете, у вас бумажка с билетом, ряд пятый там, ну, как бы, а вот, как бы, и здесь, понимаете, вот эта вот история про 18 историй вы можете за 3,5, то есть вам нужно сходить 3,5 раза, то есть 4 раза, чтобы посмотреть все истории, если поставить такую цель. Я должен посмотреть все, как бы, вот, осознание, что нельзя посмотреть все, не нужно смотреть, что, как бы сказать, что, что есть, как бы, воспринять этот спектакль, вот что, как бы сказать, ну, вы посмотрели 3 этих историй или 2, а я 4, я выиграла или как? Прям про это поют в начальном гимне. Они говорят, что, как бы, вы не знаете, где вас ждет впечатление. Вы не знаете. Вы не знаете, что для вас важнее. Поэтому, как бы, не торопитесь и не толкайтесь. Вы не знаете, где, как бы сказать, произойдет важнейшее для вас событие. Ну, манипуляция пирогом же есть. Почему манипуляция? Пирог дают. Нет, а почему? Кто-то манипулирует пирогом. Нет, подождите, подождите. Нет, нет, подождите, подождите, подождите. А вот для меня вообще, это очень важный момент. Смотрите, для меня как раз вот эта философия пирогов, у меня есть манифест банки варенья, например, про, как бы, ну, вот как раз, ну, он на самом деле достаточно, может быть, неоднозначный, но для меня очень важный. Как раз у меня есть подруга, которая не хочет ходить на митинги, но вот я ее знаю, она художница довольно известная. Она очень много помогает, например, своим старым учителям, чего-то еще. У нее есть сад, она выращивает яблоки, она варит варенье, жмет сок, относит вот этим кинг-то, то есть она ведет какую-то активнейшую жизнь. И она говорит, что ее вот участие в митинге отвлекает от этой деятельности, от того, что она, вот, ну, как бы сказать, частная. И вот, как бы, это тоже определенный манифест, понимаете? Для меня пирог, это как раз, ну, вы, конечно, сейчас можете про глютен начать, но вот я как раз совершенно не про глютен, да, понимаете? Вот, как бы, для меня этот момент как раз наоборот. Важная точка отсчета внутри театра, что пирог – это очевидный момент жизни, прекрасный, когда мы с вами сидим за длинным столом, понимаете? И мы вот сидим и можем с вами пообщаться, поесть пирог. Вот, в принципе, все, жизнь состоялась. Что мы вспомним потом? Может, мы этот пирог и есть главное событие этого спектакля, потому что кто-то, да, и понимаете, и вот это может быть, может быть об этом и спектакль, о том, что может быть пирог, а может быть вы этого старичка послушали, а может быть вы с подругой Светой вот здесь посидели, пообнимались и это, то есть, понимаете, у нас как бы искусство очень сильно оторвано, ну, как бы мы, у нас вообще-то очень разорванное, вот я, на примере себя ощущаю, что, ну, как бы, как всем мне свойственно там какой-то реваншизм и что-то еще, то есть, какие-то достижения, ну, или вообще очень-очень много всего, то есть я уже не могу докопаться в себе самой до каких-то важных первосмыслов жизни, которые как раз, вот, ну, вот старость это как раз то время, когда люди, знаете, там, что-то деревья там сажать или ценить, ну, как бы разглядывание травинок и так далее, то есть, это как раз очень важно, мне кажется, ну, вот, пирог это для меня точка отсчета как раз какой-то вот правильности жизни, в которой нет сомнений, что вот этот момент нашего общего застолья, это, возможно, вообще ключевой момент жизни какой-то. Я не возражаю, я говорю о том, что, да, о том, что сейчас, просто если с другой стороны не смотреть на эту проблему, да, то есть решение, технология, которая внешне, вот то, что вы видите, да, с одной стороны это не безусловно, я не думаю, что водитель рашек, это должно быть как-то происходит, в виде немногих ребят, которые в этом участке, да, которые вносят туда свое что-то личное, да, про чтение, что-то личное что-то всегда, а выбор одежды, вы говорили, да, вот все равно их заставляете какое-то личное, да, что-то чувствующее, как-то это проникнуть, да, но вот с точки времени технологии, которые у нас в любом случае обуревают, да, и это, это тупой прогресс, да, ваш театр, он очень близко к квестам определенным, да, нельзя сказать, что этого нет, раньше не ходят к кому-то, но квест я бы не сказала, я про главную мысль, пришли вы позже и раньше не знаю, мне, для меня этот спектакль про ценность жизни как таковой, и здесь, понимаете, про то, что меня волнует вопрос, что эти дети нацелены на мега достижения, мы все на них нацелены, а вот эти старички мега достижения не случились в жизни, и они разочарованы, и это было плохо, то, что реальность заставила их думать о себе хуже, чем можно было жить и думать, понимаете, что я за то, что есть пирог, это и есть смысл жизни, и вовсе не обязательно, сколько на тебе орденов, то есть как бы смысл искусства не в, ну, как бы не в очень большой странице в Википедии, вот спектакль про это, и там и пирог, и растерянность, и дети, что касается манипуляции, то, по крайней мере, я все время стараюсь сводить, ну, я все время, я последователь как это, Телемского аббатства, вот если, ну, как бы вот принцип большинства и меньшинства, вот, ну, как раз вот принцип большинства работает таким образом, что мы сейчас за что-то проголосуем, и меньшинство должно быть подчиниться большинству, а принцип меньшинства, он более, требует больше, более высокая организация от человека, это я предлагаю, а вы при желании присоединяетесь, то есть как бы, вот, я стараюсь все искусство, которое я делаю, пересматривать, ну, как бы предлагать, вот, нам переформировать, ну, вот на этот принцип меньшинства перейти, где у вас есть свобода воли со мной согласиться или не согласиться, в принципе большинства его нет, я должна буду подчиниться тому, как решит большинство, в принципе меньшинства, иначе, вот стараюсь так, спасибо. Слушайте, давайте мы, может быть, про остальную программу поговорим, буквально 5 минут, а дальше просто в свободном формате, да? Да. Да. И давайте чай. Уже можно подмельчаем? Уже можно. Можно. Простите, что...